Приветствую вас, товарищи бухгалтеры и предприниматели. В общем, все те, кто хочет подытожить ноябрьские новости вместе с нами. Меня зовут Диль Шарафуддинова и мы начинаем. Будем плавно вводить вас в курс дела и начнем с адекватной новости. А это такая редкость в последнее время. В общем, коли вы имеете отношение к молочной продукции, спите спокойно. маркировку вводить не будут. В 2020 году пилотный проект запустили и стало очевидно, что это дорого, невыгодно и ресурсозатратно для производителей. А с учетом невысокой рентабельности молочного производства маркировку признали ненужной. Вот только учтите, что маркировка молочной продукции обязательно для тех компаний, которые экспортируют продукцию на рынок ЕАЭС. А теперь информация для богатых. Установлены лимиты на покупку криптовалюты. Международный финансовый центр «Астана» установил два вида ограничений с целью защиты интересов розничных инвесторов. Так как криптовалюта – высокорисковый инструмент и азарт участников рынка нужно контролировать, введено требование по подтверждению дохода при сделках на крупные суммы и общее ограничение, которое нельзя превысить даже с учетом подтверждения дохода. Итак, при покупке криптовалюты без подтверждения дохода и активов в течение одного месяца установлен лимит в размере эквивалентном 1000 долларов. При покупке на сумму свыше лимита требуется подтвердить свои доходы и при этом итоговая стоимость крипты не должна превышать 10% от годового дохода или 5% от стоимости всех активов розничного инвестора, без учета стоимости основного жилья, но не более 100 тысяч долларов. Теперь можно спать спокойно, заработать очень много нам все равно не разрешат. А теперь новость из разряда «Вы приходите в гости, но это будет не бесплатно». В Казахстане с 2022 года вводится туристский взнос для иностранцев. Правительство РК определило, что туристский взнос для иностранцев – это платеж, который обязаны уплачивать иностранные туристы за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, кроме хостелов, гостевых домов, съемного жилья, арендованного в городах и районах. Сумма туристского взноса не включается в стоимость проживания и взимается отдельным платежом. Ставки взноса разрабатывает и утверждает местный Акимат. Расчет ставок туристского взноса будет регулярно актуализироваться на основе статистических данных прошлого календарного года. Во внимание будет приниматься популярность данного направления среди иностранных туристов. В общем, поэтому, если наплыв иностранных туристов в местах размещения по сравнению с прошлым годом снизится, то ставки будут одни. Если же поток иностранных туристов вырастет в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, то и ставки будут изменены. Точную ставку на каждый период утверждает Акимат каждого региона. Давайте покажем, как будет производиться сам расчет. Вот, например, стоимость суток пребывания в отеле составляет 10 тысяч тенге с НДС. Ставка утверждена местным Акиматом в размере 5%. Если иностранец провел в отеле трое суток, сумма к оплате составит 3 умножаем на 10, это 30 тысяч тенге, это стоимость пребывания, а 30 тысяч умножаем на 5% это полторы тысячи тенге, это сумма туристического взноса за все время пребывания. Итого иностранец уплатит отелю 31 тысячу 500 тенге с НДС. Таким образом, станет выгоднее приезжать не в сезон. В низкий сезон туристам придется уплатить меньшую сумму, а в высокий сезон сумма взноса будет больше. Взнос уплачивается за каждый день пребывания иностранного туриста в месте размещения, при этом за неполный день сумма взимается как за полный. Взимание взноса проводят сами операторы, то есть принимающая сторона в момент регистрации иностранца. При этом иностранцу необходимо предъявить свой паспорт. А вот при выезде иностранца с места размещения оператор выдает им документы, подтверждающие факт уплаты туристского взноса. Учтите, что туристский взнос не является налоговым поступлением, поэтому уплачивается он в местный бюджет. Операторы обязаны будут ввести учет уплаченного туристского взноса ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, перечислять полученный за квартал суммы взноса в местный бюджет. Местный Акимат ежеквартально не позднее 25 числа первого месяца следующего квартала направляет в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан сведения об уплате туристского взноса для иностранцев за истекший квартал. Суммы, полученные от уплаты туристского взноса, иностранцами будут идти, как вы думаете, на что? На пополнение местного бюджета и расходоваться на дальнейшее развитие туризма и индустрии гостеприимства в регионе. Ох, заживем! А, и самое главное, граждане Республики Казахстан при этом освобождены от уплаты такого взноса на территории Казахстана. И на том спасибо. Цены на топливо остаются высокими, и порой само топливо в дефиците. Поэтому сразу несколько ведомств с целью стабилизации цен и обеспечения потребностей внутреннего рынка в стране установили очередной временный запрет на экспорт отдельных видов топлива и нефтепродуктов. Запрет действует с 25 ноября 2021 года на протяжении шести месяцев. Одно хорошо. Действие запрета не распространяется на вывоз топлива, если оно вывозится в бензобаках авто или в канистрах объемом не более 20 литров. То есть заправить личный автомобиль и вывезти топливо в небольших объемах нам не запрещают. Идем дальше. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка считает, что крупные МФО должны быть трансформированы в банки. Председатель агентства Мадина Абылкосымова уточнила, что такую возможность нужно реализовать в ближайшее время. Также она подчеркнула важность безопасности микрофинансовых продуктов и защиты прав потребителей финансовых услуг. Для решения этих вопросов правила предоставления микрокредитов электронным способом будут доработаны. Так станет обязательной сверка идентификационных данных заемщиков с данными операторов мобильной связи. При этом финрегулятор подтеркивает, что при выявлении правоохранительными органами фиктивных микрокредитов будут предусмотрены меры по приостановлению вознаграждения по данному займу. Вернемся в 30 ноября 2020 года. Тогда президент Казахстана Касымжумар Токаев дал поручение главе Нацбанка разработать национальную платежную систему до 2025 года. А в ноябре этого года президент уже выслушал отчет Ербулата Досаева, где он заявил о готовности к запуску в пилотном режиме национальной платежной системы. Согласно виденью регулятора, инфраструктура будет структурирована вокруг двух основных компонентов. Это системы мгновенных платежей и межбанковской системы платежных карточек. Все это будет реализовано в три этапа. Сначала разработают, чем уже можно похвастаться. В 2022-2023 годах произойдет полномасштабный запуск, а в третьем периоде с 2024 года по 2025 планируется развивать и внедрять новые сервисы. Но это не самое интересное, что мы услышали в отчете Досаева. Президенту доложили о сохранении годовой инфляции в октябре на уровне 8,9% на фоне незначительного снижения роста продовольственных цен. Мы, правда, так и не поняли, почему наше видение инфляции так разительно отличается от заявленных цифр в отчете. И в завершении о ковидных новостях. Как без этого? Глава Минздрава Алексей Цой обратился к премьер-министру Оскару Мамину с предложением сделать вакцину Pfizer платной. Инициативу поддержали, только пока не определились со стоимостью. Но до конца года нам обещают, что Pfizer поступит в оборот. Пока бесплатно им вакцинируют детей, беременных и кормящих женщин. Ну а на этом у нас все. По итогам этого дайджеста резюмируем. Государство нас любит, заботится и это самое главное. Всем пока!